Они садятся в бронированную машину и отправляются по ежедневному маршруту, в то место, которое сейчас, наверное, одно из самых опасных в мире. Это город Бахамут. Звернулись люди с прослением их помогать им выехать, эвакуироваться. Потом у нас в планах заехать до девочки, которая живет со своей семьей в подвале в Бахамуте. Задача этих полицейских – спасать людей. Они вывозят мирных жителей, спасают раненых и привозят помощь. Это специальный экипаж, прозванный «Белыми ангелами». Но сегодня у них особая миссия. В городе разбитые многоэтажки, слышны звуки разрывов мин и снарядов. Так, а где тут детки живут? Привет. Так, девочка, как тебя зовут? Еще раз. Анечка, какой сегодня праздник? День святого Николая. Молодец. Маленькая девочка Аня живет здесь с семьей. Высаживайся. Давай смотреть. Встретили мы по пути святого Николая. И попросил он нас тебе передать вот такие подарочки. Подарков много. Ручки, карандаши, сумочка. Ребенок счастлив. Вот новенькие тебе карандашики. Ого, мама! Лиля, смотри! Ну, какая же девочка без куколки? Блин, какая. Ого! Все. Принцесса. Принцесса. Полицейские призывают родителей выехать из города. Сказать, что здесь опасно, ничего не сказать. Некуда и не за что выезжать. Полицейские предлагают жилье. Могут даже дом дать. Ну, понятное дело, не с суперидеальными условиями. Ну, смотрите, а работа? За что жить? Ну, работать... Ну, поседка в каком-то селе. Две тысячи переселивших. Я вам сразу скажу мой личный пример. У меня мать, она переселенец. Она работает. Поэтому, ну, кто хочет, то всегда найдет. Девочка Аня уже не помнит, когда видела солнце. И видно, что ей не хватает общения. Вот, это мой домик. Зеркалься, расческа. И вот такие у меня сережки. Золотое. Да, красиво. Красавица, да? Сердечко. Девочке хочется хоть кому-то, хоть что-то рассказать. Пошла я к репетитору в 4 года. Родители уезжать не хотят. Полицейские предлагают подумать и обещают приехать еще раз. Девочка Аня обнимает и целует на прощание. Любое время дневник. А мы тем временем поднимаемся наверх, где единственная реальность – война. Белые ангелы отправляются передать пожилому мужчине лекарства. Оказывается, что та улица, где он живет – это окраина Бахмута, на которую, по уверениям российской пропаганды, уже зашли их подразделения. А, это ж... Материться можно? Те пропагандоны, они же говорят, что уже в Бахмуте. Вот он край Бахмута. Мы стоим на нем. Так что все это ложь и провокация. Хотел бы сказать по-другому, но не буду. Да, это окраина Бахмута. Вот заканчивается улица и конец. Это одна из самых опасных улиц. Находиться на этом месте долго нельзя, поэтому полицейские из экипажа «Белые ангелы» передали медикаменты. Сейчас надо уже быстро выезжать. Здесь должны быть люди. Полицейские осматривают двор. Никого нет. Едут по другому адресу. Эта команда уже не раз попадала под обстрел. Выйхали раз в район пожарной части. И не доезжаю. Тоже был, берет мины. Пробили два колеса. Еле уехали. Нормально. Все живы-здоровы. Под звуки взрыва в экипаж «Белого ангела» прибывает на другой адрес. Давайте, пошел. Как дела? Учащие. Да? Не спешите. Все нормально. Сейчас мы у вас... Вы готовы? Вы готовы? Ой, готовы. Все? Все, все. Сейчас, сейчас. Сейчас этих людей повезут в более безопасное место в городе. Звучит дико. А менее опасно то место тем, что туда тоже прилетают снаряды. Но не так часто. Но такова реальность. Так, да, сейчас волонтеры подъедут, где-то через годину и доставят их до места Дніпра. Там их встречает внук. Вот он, Бахамут. Наверное, самое страшное место на фронте. Атмосфера, конечно, такая уже стающая. Страх витает в воздухе. Все побито. Но люди здесь живут. Кто за хлебом, кто за гуманитаркой. Люди голодные, люди заляканные. Дуже много поранених. Медиков у нас нет, но мы уже занимаемся тут и перевязками. Ну, уже дуже страшно. Полицейские тем временем готовятся к новому маршруту. Завтра они опять будут спасать людей. Продолжение следует...